Приветик всем! Мы на канале Веселая Семейка. Я приехала сейчас в ГАИ, прошла сейчас смотр-площадку. Причина моего визита такова. Мы переотборудовали с недавних порт наш автомобиль на ГАЗ. В связи с этим возникла необходимость смены техпаспорта. После того, как я прошла смотр-площадку, меня направили в Крымспекан. И завтра я получу новый техпаспорт. Приветик всем! Мы на канале Веселая Семейка. Я приехала сейчас в ГАИ. Прошла сейчас смотр-площадку. Причина моего визита такова. Мы переотборудовали с недавних порт наш автомобиль на ГАЗ. В связи с этим возникла необходимость смены техпаспорта. После того, как я прошла смотр-площадку, меня направили в Крымспекан. И завтра я получу новый техпаспорт. Как же это выглядит? Газовый баллон нам установили в багажное отделение вместо запасного колеса. Выглядит оно вот так. Газовый баллон на 43 литра прекрасно вместился в наше отделение для запасного колеса. Запасное колесо мы возим просто в багажнике дополнительно. Вот так выглядит газовое оборудование. Очень удобно. Если мы едем на газу и он заканчивается, система автоматически переводит его на топливо, на бензин. То есть очень удобно. Если газовой колонки нет рядом, вы доедете без проблем до нужного пункта. Это у нас насадка специальная, то есть если вы приехали на газовую заправку и у заправщика нет насадки, вы смело предоставляете свою и вас заправляют. На веренном газовое оборудование вывод него вот здесь. То есть мы открываем дверь на заправку бензина. Вот у нас выход бензобака и рядышком выход для заправки газа. То есть мы доставляем такую насадку и нам без проблем заправляют нужное количество газа. Итак, а сейчас мы коснемся наиболее интересного вопроса. В чем же экономия? Экономия после установки газового оборудования составляет порядка 2,5 раза, а то и более. Конкретно приведу пример на нашем опыте. Мы проехали, недавно вернулись с поездки. Мы ездили на море. Расстояние составило общей сложности 2000 км. С тем, что мы еще заезжали в другие города, путешествовали по территории курорта. Итак, на расстоянии 2000 км у нас ушло по деньгам, из расчета того, что мы ездили на уже газу, 1150 гривен. Для сравнения тоже расстояние идентичное. Если мы бы проехали на бензине, смотря, конечно, у кого какой расход, на трассе расход меньше, нежели в городе. Где-то присутствовал смешанный цикл. В среднем у нас ушло бы на бензин где-то более 3000 гривен. Из расчета того, что у нас расход составляет где-то 7 км на трассе. На каждые 100 км пути. Здесь я разложила перед вами чеки. Дело в том, что у меня небольшая есть погрешность, потому что в нашей стране, в Украине, стоимость одного литра газа составляет в среднем 8 гривен за литр. Мы были на территории российского государства. Цена на газ там, соответственно, ниже. Поэтому у нас в общей сложности бы расход составил, если бы мы заправлялись полностью за 8 гривен, конечно бы чуть больше, чем 1150. Но даже не сложно подсчитать, что общая экономия составляет более чем 2,5 раза. Экономия налицо. Если кто-то ездит очень много, установка газового оборудования, а установка в среднем составляет около 350-400 евро, окупается за считанные месяцы. Кто ездит чуть меньше, соответственно, окупается она чуть дольше. Но, поверьте, выгода налицо. Рекомендую всем. То есть никакого дискомфорта я не ощущаю. Баллон абсолютно не мешает. Если что-то не так, что-то, допустим, какие-то сбои, поколение четвертое, оно автоматически переводит на бензин. То есть вот здесь вот у кулисы установлен такой индикатор. Если бак газовый полный, загораются три окошка. Если уже у меня на нуле, скажем так, загорается красная кнопочка. И если совсем газ заканчивается, автоматически переводится на бензин. Отключаются абсолютно все индикаторы на этих полях. И загорается только кнопочка синяя, свидетельствующая о том, что мы едем на бензине. Вот так. Ну что, девчонки и мальчишки, до новых встреч. Пока-пока. Подписывайтесь на наш канал. Есть много еще чего интересного, что хотим поведать вам. До новых встреч. Пока.